Друзья, из-за ограничений, связанных с Ютубом, новые выпуски на канале выходят только благодаря спонсорам. Поэтому, если вы хотите поддержать существование канала «История от Ворона», три площадки в вашем распоряжении. Патреон – для жителей зарубежья, Бусти – для спонсоров из России и закрытый телеграм-канал, который работает пока только с российскими картами. Спасибо большое! Выход новых рассказов – это ваша заслуга. Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книговухи. Все рассказы, записанные в этом выпуске, были взяты из антологии «Сибирская жуть». Автор – Андрей Буровский. Рассказ геолога Тогда, в конце 1950-х годов, молодой геолог обследовал почти ненаселенный край в Таджинской котловине. Молодого геолога с напарником забросили в верховье Бийхема, и в задачу их входило в основном плыть по реке, сплавляться до населенных мест у подножия гор. Так и плыли они с напарником, плыли на лодке вдвоем по почти неизведанным, неизвестным местам. Целый месяц они не видели других людей, потому что во всем огромном Таджинском крае жило тогда всего несколько сотен людей из племени тофаларов, оленеводов и охотников, да еще, по слухам, беглые старообрядцы. Лодку проносила мимо мыса, лось поднимал голову, недоуменно смотрел на людей, так и стоял по колено в воде, даже не думая бежать. Стоял, смотрел, пытался понять, что за создания плывут. Лось впервые видел таких странных двуногих существ. Стояли светлые июньские вечера, и белок приходилось выгонять из палатки. Они сегали по спальникам, забирались в котелок, отнимали у геологов сухари. А сама невероятная история случилась под вечер, когда пристали к тихому плесу. Звериная тропинка отходила от плеса, вела вдоль берега. Напарник ставил палатку, а геолог решил пройтись по тропе. Просто посмотреть, что здесь и как, куда занесло, если уж ночевать на плесе. Много позже он ясно припомнил, что тропинка вела не вглубь леса, а шла вдоль берега реки. Что ветки не били в лицо, значит, ходил по тропинке кто-то крупный, высокий. Ведь даже медвежьи тропинки низкие, ветки смыкаются на высоте метра полутора. Но это всё было потом. А пока, на тропинке, геолог страшно удивился, вдруг увидев кого-то в рыжей меховой шубе. Этот кто-то бежал от него по тропе метрах в тридцати впереди. «Эй, парень!» – заорал геолог. Местный припустил ещё быстрее. Геолог побежал за ним и азарту для, и надо же нагнать бедного местного, объяснить, что они люди мирные, от них не надо ждать беды. С геологами, наоборот, надо всегда делиться, свежей ли рыбой, молоком ли. Местный бежал очень быстро. И геолог удивлялся, какие у него короткие ноги, длинная коричневая шуба. А потом местный вдруг прянул за ствол и стал выглядывать оттуда. «Эй!» – опять крикнул геолог. «Ты чего? Мы тебя не тронем!» «Мы геологи!» – местный выглядывал из-за ствола и улыбался. Улыбался во весь рот, в самом буквальном смысле, от уха до уха. Местный, что ни говори, был всё-таки какой-то странный. Весь в рыжей-бурой шубе, мехом наружу, с рукавами. Волосы, лицо какое-то необычное, без лба. И это улыбка. Чем больше геолог смотрел на эту улыбку, тем меньше хотел подойти. Он сам не мог бы объяснить причины, но факт остаётся фактом. Местный словно отталкивал взглядом. Геологу самому было как-то неловко. В конце концов, чего бояться? Да и оружие при нём. Но в сторону этого местного в шубе он так и не пошёл. А наоборот, начал двигаться в противоположном направлении к лодке и к палатке, словно они могли защитить от этой улыбки, от пронзительного взгляда синих точечек глазок. Напарник уже поставил палатку, почти сварил уху, удивлялся истории про местного. Геолог бы охотно уплыл, но уже почти стемнело. Плыть дальше стало невозможно. За ужином все обсуждали, удивлялись, что тут могут делать люди. Вроде ни скота, ни раскорчёванной земли, под пашню, под огород. В палатку с собой взяли ружья, в изголовье сунули топор. Но приключений в этот вечер больше не было. Только ночью кто-то ходил вокруг палатки и однажды дёрнул за растяжку так, что она зазвенела, как струна. «Ты чего?» – заорал геолог. «Я тебе!» Больше растяжками никто не звенел, но утром перед входом в палатку нашли здоровенную кучу фекалий, на вид совершенно человеческих, да на кустах висели пряди длинной, сантиметров десять, шерсти. «И вы не взяли ни фекалий, ни шерсти?» «Не взял, но тогда как-то не думал, что это так важно. А скажите, по совести, не было желания засадить Джаканом в этого местного?» «Нет, ну что вы!» «Я ж думал, это человек пусть необычный». Рассказ биолога Эта экспедиция тоже сплавлялась на лодках, но только на резиновых, лёгких, и шла не всё время по Бейхему, а сначала по его притоку. Это была экспедиция биологов, и цель была в том, чтобы собрать как можно больше коллекций гербариев, шкурок, сведений о численности разных видов. Учёные плыли по реке и где-то в конце июня оказались совсем недалеко от тех мест, где несколько лет назад побывал геолог, будущий доктор геолога минералогических наук. В этом месте река делала острова, и учёные старались эти острова обследовать. Там могла быть живность, какой не найдёшь на берегу. И ночевать они старались на островах, потому что медведи и лоси вели себя не то чтобы агрессивно, а просто им было интересно, и они могли полезть к людям ближе, чем надо. А лоси так вообще могли огорчиться, что люди ходят возле них, и старый лось, самец или самка мог бы захотеть их отогнать или убить. Вроде бы звери пока ничего плохого им не сделали, а как-то без них спокойнее. Биологи логично рассудили, что на островах им будет всё же безопаснее. Этот остров был длинный, намытый. Учёные решили сначала обойти его каждый по своему берегу, просто так, на всякий случай. Биолог быстро наткнулся на тропу, и на этой тропе человек мог идти комфортно, без всяких бьющих в лицо ветвей. Тропа была сделана кем-то высоким, двуногим. Тропа вела к сооружению, больше всего напоминавшему огромный, небрежно сделанный шалаш. Шалаш из ветвей толщиной в руку, даже в бедро. Ветвей не отрубленных, а, судя по всему, сломанных или открученных. Шалашей никого не было, только налипло на ветках, валялась на истоптанном полу рыжая и бурая шерсть. Пока биолог рассматривал шалаш, пытался понять, что вообще происходит, в стране раздался страшный шум. «Коля, ты? Что там у тебя?» – прокричал обеспокоенный биолог. «Да вовсе не у меня!» – раздался голос напарника совершенно в другом месте. «Это у тебя что-то шумит? Ты что, через кусты там ломишься?» И друзья как-то заторопились увидеть друг друга. Встретиться. И в глазах каждого читалось одно и то же. Сильное желание уплыть побыстрее с этого острова, и уж во всяком случае на этом острове не ночевать. Задаю тот же вопрос. «Как же вы оставили шерсть?» «Да знаете, как-то вот оказалось не до неё. Очень было странно мне в этом шалаше. Странно и неприятно. Жутко. Очень не хотелось там оставаться». Рассказ вертолётчика Тогда, в середине 1970-х, вертолётчик выполнял довольно обычное задание. Забрасывал продовольствие в охотничий посёлок. Горючего в брежневские времена не жалели. Стоило оно копейки, отклониться от курса километров на пятьдесят, чтобы поохотиться или искупаться в привычном месте, было чем-то совершенно обычным. А вертолётчики присмотрели себе на одной из малых речек хорошие естественные ванны. За тысячи лет водопад выбил в скальном грунте ямы диаметром метра по два и глубиной сантиметров восемьдесят. Водопад много раз менял своё положение и много раз отступал вверх по реке. Вода постепенно съедала скалу. Известно, что Ниагарский водопад отступает по метру в год. Этот безвестный водопад в Саянах, конечно, куда меньше Ниагарского, но он отгрызал у скалы не меньше. Очень уж быстрая была река, очень велика сила воды. Вертолётчик летел один и решил отклониться от курса. Посадить машину на ровную площадку возле этой речки. И стоило того, часть ям оказывалась почти вне русла. В таких ямах вода застаивалась и успевала нагреться градусов до двадцати. Получался потрясающий контраст ледяной стремительной воды в реке, тёплой воды в ямах, а вид открывался необыкновенный — на тайгу, на горы, на ярко-синее сверкающее небо. Небезопасное приключение, безлюдье на сотни километров. Неизвестно, кто может оказаться в тайге и что может прийти ему в голову. Так что, забираясь в яму, вертолётчик положил карабин в нескольких шагах от реки на всякий случай. Но стоило, стоило сделать крюк, чтобы погрузиться в эту ванну ещё раз, наполнить взор чудесной красотой почти ненаселённого края. Действительно, ну сколько людей видели этот изломанный зелёно-синий хребет, эти кедры и ели, эти горы, увалами уходящие к хребту? Несколько сотен, а может быть, что и десятков? Может быть, красоты Средиземного моря или южного берега Крыма и ярче, как знать. Но их-то видели десятки миллионов, а вот то, что видел вертолётчик. А после двух часов, проведённых на ямах, вертолётчик должен был лететь над совершенно незнакомыми местами. Не только ему лично незнакомыми, а вообще непройденными никем и никогда. И не летал здесь никто, потому что авиатрассы проходят в стороне. А вот именно от ям, именно в этот горный посёлок, не летал ни один вертолётчик. И наш вертолётчик был первым. Через сорок минут полёта вертолётчик заметил вдруг внизу какую-то очень уж прямую тропу. Прямую и высокую. В том смысле, что существа, пользовавшиеся тропой, были высокие, и над тропой не смыкались ветки деревьев. Тропа натоптанная. Снизившись, вертолётчик ясно разглядел обнажившуюся землю, выбитую жухлую траву. По карте никак не могло быть такой тропы в этих безлюдных местах. Несколько минут лёта вдоль тропы, и вертолётчик обнаружил прямо по курсу довольно большую поляну. Ручеёк пересекал поляну, и возле этого ручейка лепилось несколько изб. Самых настоящих изб, сложенных из потемневших от времени брёвен. Вокруг изб что-то росло. Явно огород. И вроде бы вертолётчик даже видел жерди, которыми неведомые люди ограждали посеяны от вторжения зверей. Но позже он не был уверен, что это были именно жерди. Может быть, просто колья, а на кольях что-то висело. Вертолётчик сделал круг, другой. Да, это, несомненно, был посёлок. Посёлок, не обозначенный ни на одной карте района. И ни одного человека, нет даже дымка из трубы. Может, это брошенный посёлок. Вертолётчик стал снижаться. Вроде бы на краю поляны виднелась удобная площадка. Ага, а тысб кто-то бежит к вертолёту. Скоро он узнает ответы на все вопросы. Вот колёса коснулись земли. Вертолёт как будто встал устойчиво. И только какое-то неясное предчувствие заставило вертолётчика не выключать пока двигатели. Очень уж тут всё было непонятно, неопределённо. Да и обрывки кое-каких слухов вертолётчику доводилось слышать и рисковать совершенно не хотелось. К вертолёту неслись люди огромного роста, и выражение их лиц очень не понравилось вертолётчику. С такими лицами можно идти убивать, и трудно идти куда-то для любого другого занятия. А в руках у людей было зажато что-то блестящее, вытянутое, больше всего напоминавшее мечи или длиннющие ножи. Что, собственно, мог сделать парень в этих условиях? Конечно же, повоевать, обратив карабин против людей с мечами в руках. Но, во-первых, кто его знает, что у них ещё есть, кроме мечей? А во-вторых, не такая уж эта великая радость палить в людей, которых видишь впервые, и которых даже если нападают на тебя, то неизвестно почему и с какой целью. Может, они просто что-то поняли неправильно? Разумный человек не ищет драки, а изо всех сил уклоняется от неё. Дождаться, пока огромные люди подбегут к вертолёту? Но кто знает, что они будут делать и как себя поведут, даже если у них только мечи и ножи. Они могут погнуть лопасти винта, хотя бы самые кончики. Что им стоит таким огромным? И как тогда он будет взлетать? В общем, парень всё-таки поднялся в воздух, не дожидаясь, пока до него добегут, и завис метров тридцати. Да, под ним прыгали, орали, махали странными медового цвета клинками люди огромного роста, выше двух метров. Они были одеты в какие-то плотные куртки и штаны, но вертолётчик не мог бы потом сказать, была эта ткань или выделанная кожа. Точно так же они были обуты, но вот во что обуты, этого он тоже не мог подробно объяснить, просто не вглядывался. Лица у людей были длинные, светлые, вполне европеоидные, и волосы спускались ниже плеч. На лбу у многих волосы, перехваченные ремешком, чтобы не мешали смотреть. Что поразило вертолётчика, так это выражение бешеной злобы, исказившее каждое лицо. Такого бешенства, такой ненависти он как-то и не представлял себе. А тем более не понимал, чем он-то вызвал такой приступ ненависти. Парню стало по-настоящему страшно, не оставалось никаких сомнений, какая судьба ожидала бы его, попадись он этим великанам. Вертолётчик ещё раз прошёлся над деревушкой. Бревенчатые избы без труб топятся, наверное, по-чёрному. Стоят, неотделённые друг от друга, без ограды, толпа светловолосых великанов, всё бежало за вертолётом, повторяя все его манёвры. Круг за огородами, там и правда что-то росло, но вертолётчик не разглядел, что именно. Движение по прямой через поляну и в лес. Долго ли они бежали за ним, вертолётчик тоже не мог бы сказать. Всё происшедшее оставляло какое-то странное чувство нереальности. Было, не было. Он видел кусок чего-то непонятного, необъяснимого, и сам не понимал чего. Впрочем, рассказать о виденном он рассказал, и его рассказ приняли легче, чем вертолётчик опасался. Среди вертолётчиков, летающих над Таджинской котловиной, давно ходит слух, что есть в глухой тайге неведомые посёлки, никак не связанные с цивилизацией. Приключения, похожие на приключения вертолётчика, испытывают, конечно, не все, но всё-таки довольно многие. Так что психом его не сочли и не считали, что он всё выдумал, набивая себе цену. Ещё несколько человек выходили на такие же посёлки, никак не связанные с остальной цивилизацией. Всех, кто зависал над ними, ждал такой же нелюбезный приём, и если даже вертолётчики садились, то из машин не выходили. Объясняют эти деревушки по-разному. Кто говорит, что это беглые фанатики-старообрядцы? Искали они Беловодье, обетованную страну, где молочные реки текут в кисельных берегах, да и поселились подальше от остального человечества. Беловодье, правда, не нашли, но зато нашли безлюдную страну, где могли жить по законам своей веры, не подвергаясь притеснениям, и могли вырастить своих детей в своих представлениях. Так, мол, и живут старообрядцы, сами в себе и сами для себя. Ни к самим к людям не выходят, ни к себе никого не ждут, и всех приходящих на всякий случай убивают. А вдруг человек потом сбежит и раскроет, где стоит такой посёлок. Поговаривают и о крестьянах, бежавших целыми семьями от коллективизации в начале 1930-х годов. Мол, живут они по своим законам, общиной, и тоже всех посторонних к себе не очень ждут. Из уст в уста передаётся история, как в начале 1960-х годов два геолога совершенно случайно попали в такой посёлок. Ну и предложили им на выбор или смерть, или навсегда остаться в посёлке. Те, естественно, выбирают остаться, а им «нет, вы ещё подумайте, потому что мы вас сначала женим, а уж как дети пойдут, из деревни начнём выпускать, а сбежите, убьём ваших детей». Годится? Если верить, передаваемый из уст в уста легенде, один из геологов всё-таки сбежал, через несколько лет оставив в посёлке заложниками жену и детей. Убили их или нет, неизвестно, потому что когда в посёлок ворвались представители власть придержащих, деревня-то оказалась брошенной, беглецы сбежали ещё раз, растворились в таёжной беспредельности, и бежавший геолог никогда не узнал о судьбе своей таёжной семьи. В какой-то степени это легенда, в какой-то истины, не знаю, скорее всего, какие-то случаи были, но откуда мне знать, насколько точно их передают? Но и все истории про старообрядцев, пробежавших крестьян, не объясняют кое-чего. Ну, допустим, избы по-чёрному. Ну, нет деревенской улицы, ладно, беглецы одичали в горах. Но каким образом они ухитрились за два-три поколения подрасти сантиметров на тридцать, и почему оружие у них бронзовое, вот этого легенда не объясняет? У этих деталей есть другое, уже совсем безумное объяснение, куда более безумное, чем беглые русские люди. Дело в том, что в XX веке до Рождества Христова в Минусинскую котловину пришли рослые светловолосые люди, плавившие бронзу и делавшие бронзовые мечи. По одним сведениям, рослые люди, динлины китайских летописей, исчезают из Южной Сибири в III-IV веках по Рождеству Христову. Тогда из глубин Центральной Азии хлынули монголоидные гяньгуни и ассимилировали рослых светловолосых великанов. По другим же сведениям, до VII века европеоиды преобладали в Хакасии. Уже после нашествия монголов, когда победители сознательно меняли население, переселяя покорённых в Северный Китай, а Минусинскую котловину населяя своими тюркоязычными подданными, тогда только исчезло прежнее рослое и светловолосое население. Исчезли те динлины, о которых китайцы писали как о неприятных по внешности людях, слишком больших, грубого сложения, с отвратительно светлыми глазами и светлыми волосами, такими, что противно и страшно смотреть. Ну так вот, светловолосые гиганты таджинской котловины очень уж напоминают динлинов и даже бронзовое оружие. Есть, конечно, опасность, что образованные вертолётчики объясняют видимое так, как им интересно и удобно. В конце концов, многое ли можно рассмотреть с воздуха, пусть с небольшой высоты? Может быть, какие-то черты динлинов просто приписываются как раз беглым русским? Но всё это только никем не доказанные, вполне спекулятивные предположения. Мой же знакомый вертолётчик клянётся, что про динлинов услышал много позже того, как светловолосый великан с жестокими, злобными лицами махали в его сторону бронзовыми мечами и ножами. О разгадке не знает никто. Неведомая деревня. Но я видел Ногайскую бухту и тракты. Залетел я туда не с бухты, барахты. Владимир Высоцкий. Эту историю рассказал мне старый геолог Богдан Секацкий, работавший в Красноярском крае, бог знает сколько времени, с начала 30-х годов. Живая легенда, опытный и мудрый человек, он вызывал уважение всех, кто приближался к нему. Имя я, конечно, изменил, тем более, что Секацкий уже несколько лет пребывает в другом мире. Всякий, кто знаком с миром красноярской геологии, конечно, легко поймёт, кого я имел в виду. Но называть этого умного, ироничного и приятного человека настоящим именем мне не хочется. А история эта произошла с Секацким где-то перед самой войной, в эпоху Великой экспедиции, когда перед геологами ставились задачи простые и ясные – любой ценой открывать месторождения. Как работать, где, за счёт чего – неважно. Сколько людей погибнет и потеряет здоровье – тоже неважно, а важно только находить и разрабатывать. В те годы нарушение техники безопасности оставалось делом совершенно обычным, и нет совершенно ничего странного, что молодого, 28-летнего Секацкого отправляли в маршруты одного, в том числе в довольно тяжёлые маршруты по малоизвестным местам. В то лето он работал по правым притокам Бирюсы. Той самой, о которой песня «Там, где речка, речка Бирюса». Бирюса течёт, впадая в речку Тосееву, а та впадает в ангару. И Бирюса, и Тосеева рассекают темнохвойную тайгу, текут по местам, где хриплая сибирская кукушка не нагадает вам слишком много лет, где округлые холмы покрыты пихтой, кедром и ельником. В этих местах даже летом температура может упасть до нуля, и заморозки в июле месяце бывают не каждое лето, но бывают. В те времена лоси и медведи тут бродили, не уступая человеку дорогу, и Богдан Васильевич рассказывал, как видел своими глазами. Медведь копал землю под выворотнем, ловил бурундука, выворачивая из земли небольшие золотые самородки. «Так, с ноготь большого пальца, уточнил тогда Сикацкий. И вы их все сдали?» «Конечно сдал. Мы тогда не думали, что можно что-то взять себе. Мы мощь государства крепили». И Богдан Васильевич, пережиток прошлого и живой свидетель, усмехнулся довольно-таки неприятной улыбкой. Историю эту он рассказывал мне года два до своей смерти. Рассказывал, надолго замолкал, жевал губами, раздумывал, склоняя голову к плечу. На вопрос, рассказывал ли он ее еще кому-то, не ответил. И я не уверен, что ее никто больше не слышал. Передаю ее так, как запомнил. В этот год Сикацкий должен был проделать маршрут примерно в 900 километров. Один, пешком, по ненаселенным местам. То есть, раза два на его пути вставали деревни, и тогда он мог оставить в них собранные коллекции, а дневники запечатывал сургучной печатью у местного особиста или у представителя власти, председателя колхоза, например, и возлагал на этого представителя власти обязанность отослать коллекции дневник в геологоуправление. А сам, отдохнув день или два, брал в деревне муки, крупы, салы и опять нырял в таежные дебри, пробирался то людскими, то зверинными тропинками. Бывали недели, когда Сикацкий беседовал с бурундуками, чтобы не забыть родную речь. Разве за неделю забудешь? Совсем не забудешь, конечно, но потом бывало трудно языком ворочать. И знаешь, что надо сказать, а никак не получается, отвык. Так что лучше говорить с бурундуками, с кедровками, с зайцами. С бурундуками лучше всего они слушают. А зайцы? Зайцы. Они насторожатся, ушами пошевелят и бежать. К концу сезона Богдан Васильевич должен был пересечь водораздел двух рек Бирюсы и Усолки. Проделать звериный путь горной тайгой примерно километров сто шестьдесят. После семисот верст такого пути двух месяцев ненаселенной тайге это расстояние казалось уже небольшим. Тем более Секацкий последние десять дней по его понятиям отдыхал, наняв колхозника с лодкой. Обалдевший от счастья мужик за пятьдесят копеек в день возил его на лодке вдоль обрывов, а пока промокший Секацкий сортировал и снабжал этикетками свои сборы, разжигал костер, готовил еду и вообще очень заботился о Секацком, даже порывался называть его барин, что Секацкий из семьи, сочувствовавшей народовольцем самым свирепым образом, пресек. За десять дней мужик заработал пять рублей. При стоимости пшеницы в три копейки килограмм он уже на это мог кормить семью ползимы и пребывал просто в упоении от своей редкой удачи. А Секацкий прекрасно отдохнул и с большим удовольствием углубился в таежные дебри. За три месяца работ на местности он привык к тайге, приспособился. Засыпая на голой земле, Секацкий был уверен, что если появится зверь или, не дай Сталин, лихой человек, он всегда успеет проснуться. Утром просыпался он мгновенно с первым светом и сразу же бодрым, энергичным. Не было никаких переходов между сном и бодрствованием. Никаких валяний в постели, размышлений. Просыпался, вставал, бежал рубить дрова, если не нарубил с вечера, а если нарубил, то разжигал костер. Утро в Сибири обычно сырые, холодные, а в августе еще и туманные. Только к полудню туман опускается, тайга немного просыхает и идти становится легко. Если бы стоял июнь, Сегацкий выходил бы в маршрут не раньше полудня, ведь никто не мешает ему идти весь вечер, если есть такая необходимость, если еще светло. В июне и в десять часов вечера светло. Август и выходить приходилось еще в тумане, да еще и двигаться вверх к сырости и холоду, к еще более мрачным местам. Пять дней шел он вверх и вверх, добираясь до обнажений пород в верховьях местных малых речек, по пути Сегацкий пел и насвистывал, рассказывал сам себе, как будет выступать, отчитываясь о работе и выяснять отношения с коллегами. Говорил и пел не только, чтобы не забыть человеческую речь, но и чтобы заранее предупредить любого зверя, что он тут. В августе медведь не нападает, но если человек наступит на спящего зверя, просто пройдет слишком близко или появится внезапно, тогда медведь может напасть. Медведи и лоси, которых встречал Сегацкий, слышали его издалека и имели время для отхода. Для котла он убивал глухарей и зайцев, даже не тратя времени для охоты. Видел на маршруте подходящего глухаря, такого, чтобы не очень крупный и чтобы не надо было лезть очень уж глубоко в бурелом. Если попадался подходящий, он стрелял, совал тушку в рюкзак и кашу варил уже с мясом. Поднявшись к обнажениям, Сегацкий еще четыре дня работал, не проходя за день больше пятнадцати километров, то есть почти стационарно, а когда все сделал, начал спускаться в долину уже другой реки. Опять он делал переходы по двадцать, по тридцать километров, идя по зверейным тропам или совсем без дорог. Тут на карте показана была деревушка, но с пометкой «Нежилая». Сегацкий не любил брошенных деревень и неосознанно ни из-за неприятной мысли про тех, кто могут поселиться в брошенных человеком местах, а скорее чисто интуитивно, смутно чувствуя, что в брошенных местах человеку не место. Ведь вы можете быть каким угодно безбожником, но в поселке, из которого ушли люди, вам за вечер много раз станет неуютно и с этим ничего нельзя поделать. А зачем ночевать там, где ночевка превратится в сплошное переживание и напряжение? Ведь всегда можно устроиться вместе приятным и удобным на берегу ручейка, под вывороченным кедром или просто на сухой уютной полянке. Так что Сегацкий скорее всего или совсем не пошел бы в деревню или постарался бы пройти ее днем, просто заглянуть, что за место. Вдруг пригодится, если здесь будут вестись стационарные работы. Но километрах в десяти от нежилой деревушки Ольховки Сегацкий вышел на тропу, явно проложенную человеком, натоптанной до мелкой пыли с выбитой травой, а в двух местах и с обрубленными ветками там, где они мешали движению. В одном месте по тропе прошел огромный медведь, оставил цепочку следов. Не такой великий следопыт был Сегацкий, а подумалось почему-то, что зверь шел на двух задних лапах. Наверное, хотел подальше видеть, что там делается на тропе. Значит, люди все-таки живут. Богдан Васильевич вышел на перевал к долине малой реки Ольховушки и уже без особого удивления заметил дымок над деревьями. Вообще-то сначала он собирался заночевать прямо здесь, благо плечи оттягивал вполне подходящий тетерев, а уже утром идти в деревню. Но тропа как раз ныряла в долину, оставалось километров семь до деревни и часа два до темноты. Как раз. И Богдан Васильевич лихо потопал по тропе. Путь уставшего человека под рюкзаком, под полутора пудами одних только образцов, мало напоминает стремительный мажбросок чудо-богатырей Суворова. И все же через полтора часа хода показались первые огороды. Странные огороды, без жердей, столбов, без ограды и какие-то плохо прополотые огороды, где сорняки росли между кустиками картошки, свеклой, моркови. Странно, что все эти овощи росли вперемешку, а не особыми грядками. Тропа стала более широкой, и даже в этом месте различались следы медвежьих когтей. Звери ходили и тут. Еще несколько минут, и в сумерках выплыл деревянный бок строения. «Эй, люди! Я иду!» прокричал изо всех сил Секацкий. Не из греха гордыни, нет, просто он совершенно не хотел, чтобы им занялись деревенские собаки. Пусть хозяева слышат, что гость подходит к деревне открыто, а не подкрадывается как вор или как вражеский разведчик. Ни один звук не ответил Секацкому, ни человеческий голос, ни собачий лай. Тут только геолог обратил внимание, что никаких обычных деревенских звуков не было и в помине, ни коровьего мычания, ни лая, ни бленья, ни девичьего пения или голосов тех, кто переговаривается издалека, пользуясь тишиной сельского вечера. Деревня стояла молчаливая, тихая, как будто и правда пустая, хотя огороды и следы на тропе вполне свежие, да и дымок вон только сейчас уменьшается, а то валил из трубы ясновидимый. И на деревенской улице было так же всё пусто и тихо. Ни подгулявшей компанией, ни старушек на лавочках, ни девичьих стаек, ни парней, спешащих познакомиться с чужим. Никого. И дыма из труб соседних домов не видно. Уже приглядываясь внимательно, пытаясь сознательно понять, что же не так в этой деревне, Секацкий заметил. Возле бревенчатых домов нет коровников, овчарин, свинарников. Запахи скота или навоза не реяли над деревней, солома или сена не втаптывались в грязь, копыта не отпечатывались на земле деревенской улицы. И не было мычания, небления, хрюканья, собачьего лая. Совсем не было. Странно. Вот как будто симпатичный дом, почище остальных с покосившейся лавочкой в ворот. Хозяева, переночевать не пустите? Откуда-то из недор усадьбы вывалился мужичонка, и Богдан Васильевич впервые увидел, кто же живет в этой деревне. Странно он был, этот мужик, с руками почти до колен, с убегающим лбом, почти что без подбородка. Вывалился, уставился на Богдана глазками-бусинками с заросшего щетиной лица, только глаза сверкают из щетины. Вывалился и стоит, смотрит. «Здравствуй, хозяин! Можно у вас переночевать? Я геолог, иду от Бирюсы, десять дней пробыл в тайге». Мужик молчал, и Богдан Васильевич поспешно добавил, «Я заплачу». Вообще-то предлагать плату решительно не по-сибирски, и даже если вы даете деньги, то делается это перед самым уходом, неназойливо, и порой даже преодолевая сопротивление хозяина. Вы не платите, вы дарите деньги. Хозяин, хотя для виду сопротивляется, но принимает дар, чтобы вас не обидеть. Условности соблюдены, все довольны, потому что норма жизни в тайге принимать – укладывать спать и кормить гостя, не спрашивая, кто таков. Но Богдан Васильевич уже решительно не знал, как вести себя в этой деревне. Мужичонка еще с минуту стоял, напряженно наклонившись вперед, и у Секацкого мелькнула дикая мысль, что он принюхивается. «Ну что ж, ночуй», произнес мужичонка наконец, посторонился и снова замер в напряженной позе, немного подавшись вперед. Секацкий прошел в ограду, удивляясь запущенности, примитивности строения. Даже крыльца не было при входе. Открывай дверь, шагай, и ты на земляном полу уже в доме. «Здравствуйте, хозяева!» В углу возилась что-то делала крупная женщина, заметно крупнее мужичонки. Возле нее двое детишек лет по восемь. Все трое обернулись и также смотрели на Секацкого, без злости, угрозы, но и без интереса, без приветливости. У всех трех было такое же странноватое выражение лиц, низкие лбы, почти полное отсутствие подбородков, как и у того первого мужичонки, что неслышно вошел вслед за Богданом. «Здравствуйте», повторил он, изображая милую улыбку. «Можно я у вас переночую?» Все трое также смотрели, не выражая, почти ничего взглядами не шевелясь. «У меня документы в порядке, посмотрите!» И тут никто не шелохнулся. «Идти в другой дом? А если и там будет то же самое?» И Богдан Васильевич сбросил рюкзак, вытащил банку сгущенного молока, поставил на заросший грязью стол. «Вот, прошу откушать городского лакомства!» И поймал самого себя за язык, едва не произнеся вслух второй части этой обычнейшей шутки, что в деревнях вот доят, а в городе сгущают и сахарят. Тут, пожалуй, говорить этого не стоило. «Ночуй!» Разлепила губы хозяйка, и дети тоже подхватили вдруг с каким-то ворчащим акцентом. «Ночуй! Ночуй!» и хозяйка уже повернулась к гостю спиной, что-то стало делать в углу. Дети повернулись и присоединились к матери, и Богдан остался один стоять посреди комнаты. «А почему вы, Богдан Васильевич, не выложили им своего свежего тетерева? Логичнее всего, как будто…» «Вот этого я и сам не могу объяснить. Сейчас я думаю, что правильно поступил. Вот расскажу до конца, тогда судьи сам, правильно я сделал, что не выложил, или неправильно. Но тогда я ведь не думал ни о чем, просто действовал, как удобнее, психологически удобнее, и все. Как-то мне вот не хотелось им давать тетерева. А почему не знаю, врать не хочется». Богдан Васильевич оказался в странном и непочтенном положении. Сидел посреди избы на лавке и изо всех сил пытался разговорить хозяев, стоявших к нему спиной. Опыт подсказывал, что рассказы естественная часть лесной вежливости. Тебя кормят и поят, ты ночуешь в тепле и безопасности и даешь хозяевам то, что в силах им дать. Свои рассказы, информацию о чем-то. Они ведь не знают то, что знаешь ты, не видели мест, где ты побывал и не шли твоими дорогами. Уважай хозяев, расскажи. Но эти хозяева не спрашивали ни о чем. Они даже и на все разговоры Богдана молчали, не пытаясь отделываться ни к чему не обязывающимися междометиями, типа «Ай-яй-яй, да» или хотя бы «Угу». Они просто молчали и все. Ни враждебности, ни недовольства не чувствовал Богдан в этих обращенных к нему спинах, но точно так же не чувствовал он к себе и ни малейшего интереса. Уже стемнело и в избе царила практически полная тьма, а хозяева так же уверенно передвигались по жилищу, так же не нуждались в свете. «Хозяйка, давай свет зажгу», в рюкзаке у Богдана Секацкого среди всего прочего был и огарок свечи. «Сейчас», это было второе слово, сказанное хозяйкой за весь вечер, и после этого слова она с ворчанием и сопением наклонилась к печке. Стала на что-то дуть и выпрямилась сосновой щепочкой длиной сантиметров двадцать, ясно горящей с одной стороны. Лучины! Богдан, конечно, слышал о таком, но никогда не видел даже в самых глухих деревнях. Хозяйка сунула лучину в щель между брёвнами стены, совершенно не боясь пожара, и стукнула об стол чугунком. Богдан понял, что это и есть ужин, и удивился. Вроде бы никто ужином не занимался. Да, это и был ужин, неизвестно когда сваренные клубни картошки и свеклы. Сварены они были неочищенными и, судя по всему, не промытыми, на зубах всё время хрустел песок, губы пачкала земля. Хозяева ели всё прямо так, не очищая. Богдан слышал о семьях старообрядцев, где не полагается чистить картошку, чтобы есть её, как сотворил Господь. Но тут-то было что-то другое, да и молитвы перед едой никто не прочитал. Богдан открыл банку сгущёнки, до него никто к банке не прикоснулся, дал одному из мальчиков полизать сладкую струю. Парень тут же сгробастал банку, стал шумно сосать из неё. Младший потянул банку к себе, возникла борьба, и мать быстро, ловко дала каждому по подзатыльнику. Банка осталась у младшего, и Богдан счёл разумным достать ещё одну. Банка была последняя, но и те оставалось от силы два дня, уже не страшно. Что ещё было странно, так это какие-то скользящие, непрямые взгляды из-под тишка, которые бросались на него. В любой деревне, где он бывал до того, его рассматривали в упор откровенно, как всякого нового человека. А тут никакого интереса к рассказам, никакого общения, только эти странные быстрые взгляды. А из всей остальной деревни вообще никто не пришёл посмотреть на гостя. Стоило подумать об этом, и удивительно бесшумно, с какой-то неуклюжей грациозностью возник в дверном проёме ещё один человек, крупнее хозяина, но мельче хозяйки, с такими же длинными руками и убегающим лбом, как, наверное, у всех в этой деревне. Гость стоял в насторожённой позе, наклонившись вперёд, и Секацкому опять пришла в голову неприятная мысль, что сосед тоже принюхивается. «Здравствуйте!» Гость кивнул обросшим лицом в сторону Секацкого, вошёл и сел, а хозяева не поздоровались. «Не расскажете, как выйти в жилуху?» обратился к гостю Секацкий. Он чувствовал, что ещё немного, и начнётся нервный срыв от всей этой напряжённой, звенящей неясности. «Куда-куда?» голос у гостя трескучий, нечёткий. «Не расскажете, как выйти к другим людям?» «А-а-а-а-а, к людям. Это пойдёшь по тропе вдоль ручья. Тропа выведет на просеку. По ней дойдёшь до дороги. По дороге будет уже близко». «По просеке сколько идти?» «До самой дороги сворачивать не надо». «А километров сколько?» Гость раздражённо дёрнул плечом, буркнул что-то неопределённое. Они с хозяином переглянулись, вышли. «Спасибо, хозяйка!» Молчание. Секацкий тоже вышел вслед за ними, разминая в пальцах папиросу. Хозяина-гость стояли возле забора и что-то бормотали на непонятном языке. Или просто показалось так Секацкому. Позже он не был уверен, что эти двое издавали членораздельные звуки. Богдан чиркнул спичкой. Закурил. Мужики не сдвинулись с места, когда он вышел, а теперь сделали несколько шагов, отодвигаясь от папиросного дыма. «Не курите, мужики!» – в ответ невнятное молчание. «Ну, не курите, не курите. Мне больше достанется». «А ручей, он в той стороне?» «В той». Богдан трепался еще несколько минут, пока курил эту папиросу и еще одну вслед за первой. Мужики так и стояли неподвижно, в тех же сутулых напряженных позах. Они не знали совершенно ничего про самые обычные вещи. Про сельпо, про геологические партии, про электричество или, скажем, про строительство Днепрогэса. Не знали или не понимали, про что ведет речь Секацкий. Богдан Васильевич был не в силах этого понять и вернулся укладываться спать. «Хозяйка, куда мне лечь? Сюда, можно?» В ответ невнятное ворчание из глубины угольно-черной избы, какое-то повизгивание, поскребывание. Судя по звукам, хозяйка с детьми легла на широкой лавке, под окном. У противоположной стены свободна другая лавка, и на ней-то устроился Богдан. Было ясно, что никакого постельного белья тут не будет, и Секацкий стал пристраивать на лавке свой спальный мешок. Лавка оказалась липкая, пропитанная кислым мерзким запахом. Богдан с ужасом подумал, как он будет потом отстирывать спальник, да и постелил его на пол, оставив лавку между собой и комнатой. Где-то ворочалась, возилась хозяйка, повизгивали дети, как собачонки. Хозяин так и не пришёл. Богдан Васильевич только сейчас понял, что не знает имён никого из этих людей. Не спать до утра? Секацкий готов был не спать, не то чтобы из страха, но всё же смутно опасаясь непонятного. Хорошо хоть, что он знал, куда идти, сказанное гостем подтверждало известное по карте. Для Богдана было главное узнать, как удобнее дойти от этой деревни до просеки, уже показанной на его карте. Если вдоль ручья вьётся тропа, всё просто как таблица умножения. Нет, но кто они, эти непонятнейшие люди? Убежавшие от советской власти? Но почему такие странные? За несколько лет не могло появиться у них обезьянных черт. Может, это старообрядцы? Говорят, есть такие, сбежавшие в леса ещё при Екатерине. Но и за двести лет не могли они превратиться в человекообразных обезьян. Богдан размышлял, вдыхая холодное липкое зловонье скамейки. Жалел, что нельзя закурить. Всё вокруг него поплыло от усталости. Не спать бы. А с другой стороны, так недолго и потерять силы. Тогда, может быть, завтра утром убежать из деревни и уже на просеке поспать. Мысли путались, словно пускались в пляс, и Богдан незаметно уснул. Стояла глухая ночь, не меньше часу ночи, когда Секацкий вдруг проснулся. Когда долго проживёшь в лесу, чувства обостряются. Как в тайге Секацкий не боялся, что к нему неожиданно подойдут, так и здесь в избе почувствовал кто-то рядом. Кто-то подвигается всё ближе. Это не был испуг, не было чувства опасности, но он точно знал, что он не один. Какое-то время Секацкий тихо лежал с открытыми глазами. Привыкал к угольно-чёрной темноте. Постепенно обозначились стены, стол, за которым ели, лавка. Секацкий не столько видел их, сколько угадывал по ещё более густой чёрной тени. Ещё одно пятно, чернее окружающей черноты, медленно двигалось к нему. Ага, предчувствие не обмануло. Вот обозначились контуры плотного тела, удлинённой башки с круглыми ушами, медвежья голова легла на лавку, и Богдан резко присел, рванулся из спального мешка. «Пфу ты, почудится же такое!» Давишний мужичонка хозяин стоял на коленях у лавки. Что принесло его неясно, и, может быть, с самыми чёрными мыслями тихо крался он к лежащему Богдану. Но был это он, хозяин дома со своей заросшей харей. С чего это почудилось Богдану? Ну, подбородка нет, низкий лоб, склокоченные волосы принял за волосы на шее медведя. Ошейник. Глупо до чего. Какое-то время они так и стояли по разные стороны скамейки, и их лица разделяло сантиметров семьдесят, не больше. «Слышь, у тебя ватник есть?» – спросил вдруг хозяин Богдана. Тот вздрогнул, чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Ну, есть у меня ватник. Тебе нужен?» Невнятное ворчание в ответ. «Да, у меня ватник есть. Хочешь, я дам тебе ватник?» Хозяин молчал, и Богдан не был уверен, что тот его слышит и понимает. «У тебя палка есть?» – опять спросил вдруг хозяин. «Какая палка? У тебя палка есть?» «Да, есть». И опять Секацки не поручился бы, что хозяин его слышит, и тем более, что понимает сказанное. «Хозяин, тебя как зовут?» «Молчание. Меня Богданом кличут, а тебя?» «Молчание». «Тебе нужна палка?» «Молчание». «Ты хочешь крови?» – вдруг сказал хозяин. «Нет, нет, я крови совсем не хочу. Почему ты спрашиваешь про кровь?» Ворчание, невнятные горловые звуки, как издаваемые младенцем, но только очень сильным и большим. «Я живу в городе, в доме, на третьем этаже», – начал рассказывать Богдан, и у него тут же появилось ощущение, что его перестали слушать. Мужик вдруг вскочил, стал заходить Богдану за спину. Богдан инстинктивно попятился, переступил в вонючую скамейку, а хозяин зашёл вдруг за печку, в закуток, куда и не заглядывал Богдан. Почему-то было видно, что он сильно раздражён, то ли по резкости движений, шёл и дёргался, то ли по выражению косматого лица. Непонятно. Во всяком случае, он что-то ворчал и бормотал, костноязычно приговаривал, и Богдан всё никак не мог понять. Говорит он на незнакомом языке или бормочет без слов, только очень уж похоже на слова. «Хозяин! А, хозяин! Пошли пописаем! До ветру пойдём?» Почему-то Богдан счёл за лучшее сообщить о своих намерениях. Хозяин не отреагировал, и Секацкий тихо надел сапоги, нащупал за правым голенищем нож. На улице прохладный ветер, чуть меньше тишины и чуть меньше темноты, чем в избе. Светили звёзды, угадывались забор, крыша соседней избы, крона деревьев. Во всей деревне не светилось ни одно окно. Деревня лежала тихая, освещаемая только звёздами и серпиком луны. Как затаилось. Секацкий сделал два шага, не больше, и почувствовал вдруг, что здесь, на улице, опасно. Кто-то стоял за углом дома и ждал. Секацкий не мог сказать, чего ему нужно и даже как он выглядит, но совершенно точно знал, что за углом кто-то стоит. Живой и сильный. И что он явился не с добром. Перехватив рукоятку ножа, Секацкий сделал несколько осторожных шагов. Он ещё не был уверен, что ему нужно сцепиться с этим за углом. И громко окликнул. «Ну? Чего стоишь? Я вот сейчас...» Он ещё понятия не имел, что он сделает сейчас этому за углом, и вообще в его ли силах что-то сделать, как вдруг чувство опасности исчезло. Никто не стоял за углом, никто не поджидал в темноте Богдана. Он не знал, куда делся этот ожидающий, но был уверен, его больше нет. Во всяком случае, Богдан заглянул за угол. Там не было никого. Чтобы посмотреть, нет ли следов, было всё-таки слишком темно. И ветрено, спичка гасла почти моментально. Богдан не успевал рассмотреть землю. «Ну что, надо идти досыпать». Хозяин по-прежнему ворчал, поскуливал, скрёбся за печкой, а вот на ближней к выходу лавке что-то неуловимо изменилось. Секацкий не мог бы сказать, в чём состоит перемена, но обострённым чутьём чуял, знал, здесь сейчас не так, как было несколько минут назад, когда он только выходил. За то время, пока он выкурил папиросу, что-то в избе произошло. Взяв нож в зубы, лезвием наружу, Богдан чиркнул спичкой. В застойном воздухе избы огонёк горел достаточно, чтобы Богдан Васильевич рассмотрел и на всю жизнь запомнил. На лавке, вытянувшись как человек, спала огромная медведица. Возле её левого бока свернулись клубочком два маленьких пушистых медвежонка. Богдану Васильевичу и самому было странно вспоминать это, но паники он не испытал. «Наверное, и до того слишком много было в этой деревне чудес и всяких странных происшествий. Спокойно, мало ножа, надо немедленно взять карабин». Он решил, взял оружие, сказал в полголоса. «Карабин армейского образца. Насквозь пробивает бревно, бьёт на 400 метров. Хорошая штука, полезная». За печкой заворчали, и Сикацкий повторил всё это ещё раз, также негромко, разборчиво, и добавил, что против медведя такой карабин – самое первое дело. За печкой опять завозились, потом мужик тихо прошёл к двери, вышел, а Сикацкий так и сел спиной к стене, держа карабин на коленях. Он то задрёмывал, опуская голову на карабин, то вспоминал, кто лежит на лавке в трёх метров от него, резко вскидывался, поводя стволом. Так и сидел, пока предметы не стали чуть виднее. Хозяин так и не пришёл. Тогда Богдан тихо-тихо поднялся, надел на плечи рюкзак. Не очень просто идти тихо-тихо, чтоб не шелохнулась половица, неся на плечах полтора пуда образцов плюс всякую необходимую мелочь. Но надо было идти. И Сикацкий скользил, будто тень, держа в левой руке сапоги в правой наготове карабин. Что это? Серела. И не нужно было спички, чтобы различить. На лавке лежала женщина. Да, огромная, да, неуклюжая, но это была женщина в дневном цветастом сарафане, в котором проходила и весь вечер. И дети в белых рубашонках. Один свернулся клубочком, другой разбросался справа от маминого бока. Почему-то от этого нового превращения Сикацкий особенно напрягся. Так, что мгновенно весь вспотел. Над лесом ещё мерцали звёзды. Сикацкий знал, если они так мерцают, скоро начнут одна за другой гаснуть. И было уже так серо, что можно было различать предметы, сельскую улицу, заборы. Уже на улице, чтобы ничто не могло внезапно ринуться из двери, Сикацкий надел сапоги, поправил поудобнее рюкзак и вчистил за околицу деревни. И как вчистил! Вот он ручей, вот она тропка вдоль ручья, пробирает озноб, как часто после бессонной ночи ранним холодным утром в Восточной Сибири. От кромки леса, проверив кусты, не выпуская из рук карабина, Сикацкий обернулся к деревне. Серые дома лежали мирно, угрюмо, как обычно посеревшие от дождей дома деревенских жителей Сибири. Не светились огоньки, не поднимался нигде дымок. Где-то там его хозяин, не назвавший своего имени, где-то его славный гость, стоящий ночью за углом. Может быть, они как раз для того и рассказали про дорогу, чтобы засесть на ней в засаду. Двадцать километров по тропинке Богдан Васильевич шел весь день, а задолго до темноты проломился в самую чащу леса, в бездорожье, в зудящий комарами кустарник. Шел так, чтобы найти его не было никакой возможности. И лег спать, не разжигая костра, поужинав сырым тетеревом, тем самым принесенным еще с перевала. А с первым же светом на завтра вышел на тропу, через несколько километров шел уже по просеке, где далеко видно в обе стороны, где идти было совсем уже легко. И не прошло двух дней, как просека привела к дороге. Дорога к деревне, самой настоящей деревне, с мычанием скота, лаем собак и любопытными людьми. И все. И путешествие закончилось, потому что до Красноярска Богдан Васильевич Секацкий ехал уже на полуторке. В те времена была традиция. Прибыв в управление, геолог сдает полевые документы, карту, оружие, компас. А потом он может делать три дня все, что только захочет. Никто не спрашивает, где он, куда девался, никто не требует предстать перед лицом начальства. Геолог отдыхает три дня, как и где ему вздумается. А уже на четвертый день он является чисто выбритый и приличный, чтобы отчитываться за сделанную работу, за потраченные средства, вести умные разговоры с коллегами и планировать дальнейшую работу. Конечно, в 1939 году Секацкий тоже вполне мог уйти в трехдневный запой, никто бы слова не сказал. Но он пил только первый день, а потом сразу же пошел к особистам. Секацкий клялся и божился, что это был первый и последний случай в его жизни, когда он обратился к особистам и написал им подробный донос. Донос, конечно, странный, на медведей оборотней как-никак, но Секацкий был совсем не глуп, и как раз об оборотнях там у него не было ни слова. Писал он только о двух вещах, что в деревне, показанной на карте брошенной, на самом деле живут люди, и что люди эти какие-то странные, живут без домашней живности, в разговоры не вступают и даже имен не называют. Ясное дело, не называют, проницательно ухмылялись НКВДшники. Небось, ребята опытные, инструкции получали. Так это что, белогвардейцы? Пугался, по бабье хватался за щеки Секацкий. Белогвардейцы, белые мигранты, а ты думал, кто это к нам проникает? Из Харбина пришли, подхватывал другой, а первый показывал глазами на Богдана Васильевича. Мол, не при нём, не раскрывай государственные тайны. Но как бы не веселился Секацкий от общения с НКВДшниками, какие бы глупости они ни не несли, а добился Богдан Васильевич главного, рейда доблестных органов на эту поганую деревню. Не для того, чтобы отомстить, то есть умыть кровью тех, кто пытался сожрать его ночью. Секацкий бы не отказался. Но главным было всё же любопытство. Кто же они всё-таки такие, обитатели этой деревни? И добился. На две недели Секацкий был направлен в распоряжение НКВДшников для вершения своего патриотического долга. По дороге добрались до просеки. Ладно, и по просеки можно ехать, если не жалеть автомобиля. А зачем его жалеть, если государство даст нам новый? Вперёд, товарищи, воюем по-сталински, вперёд! По тропинке пришлось идти на своих двоих. Ну что такое двадцать километров, если дорога известна, впереди коварный враг? Да, враг был очень коварным. И самая его коварная штука состояла как раз в том, что никуда не привела эта тропинка. То есть привела. Но не в деревню привела, а в болото. Так вот и становилась тропинка всё слабее, всё нехоженее. Вот уже и постепенно заглохла в болотине. То есть было всё, что он рассказывал. Все изгибы дороги, все приметы лесного пути, но только вот деревни не было. Ни населённой, ни заброшенной, никакой. Получалось, что и карта врала. По ней должна быть ненаселённая деревня, а её-то и в помине нет. НКВДшники тогда сами пребывали в полном смятении духа, потому что знали они точно, есть деревня, была населённая до 1933 года, а потом население деревни вывезли в район за уклонение от коллективизации и стала деревня ненаселённая. Но вроде бы сама-то деревня, дома и коровники должны остаться. Не может быть, чтобы её не было, деревни. А её вот как раз и не было. И Секацкий был не виноват. Потом даже на самолёте делали спецвылет над деревней и тоже её не нашли. Внизу болото и болото, безо всяких признаков деревни. Секацкого потом ещё много раз допрашивали, дёргали по самым разным поводам, и у него сложилось впечатление, что хотят его поймать на противоречиях. Вдруг он через месяц, в ноябре, уже забудет, как врал в октябре и, возможно, будет его замести. Но, может быть, Секацкий уже очень боялся и видел в действиях НКВДшников то, чего они и не думали затевать. И только один раз Секацкий чуть не попался, когда пожилой умный следователь Порфирьев долго пил с Секацким чай почти весь вечер, а потом задушевно так сказал, «Ну, а теперь давай-ка всё рассказывай, всё, что в этой деревне было на самом деле». И такой он был свойский, мягкий, уютный за чайком. Так они хорошо говорили, что Секацкий чуть было не рассказал про людей и медведей. Трудно сказать, чем бы это обернулось для Секацкого, но он всё-таки вовремя вспомнил, с кем разговаривает, какой на дворе стоит год и что нечего нести всякую клерикальную и мистическую чепуху, развращать революционный народ сказками про то, чего не бывает на свете. И, сделав дурацкую рожу, Секацкий развёл руками. «Да всё я рассказал уже, Порфирьев». И Порфирьев мягко усмехнулся, не стал нажимать, но Секацкий видел, не поверил. И уже после войны в конце пятидесятых, когда Порфирьев давно был на пенсии и уже плохо ходил, Секацкий уже доктором наук, лауреатом всяких премий, как-то сидел с ним на лавочке, вспоминал минувшие дни, и Порфирьев, распадавшийся физически, но сохранивший полнейшую трезвость ума, спокойно воспринявший двадцатый съезд и доклад Хрущёва, Порфирьев, которому оставалось прожить считанные месяцы, задумчиво сказал тогда Секацкому, «Дорого бы я дал, чтобы знать, с чем вы всё-таки тогда столкнулись в той деревне». И вновь Секацкий не решился повторить свою версию, двадцатилетней давности. Порфирьев рисовал тросточкой в пыли узоры, не поднимая лица, усмехался. «А вот теперь скажи, Андрюша, нормальный я?» «Нормальный? Да вы вполне нормальный, это совершенно точно. А коли я вполне нормальный, что это было со мной? Что думаешь?» Я честно ответил, «Не знаю, не знаю, но я верю, что всё это и правда было». Мы сидели вдвоём в здании научно-исследовательского института геологии и минерального сырья, пили водку, а за окном свистело вьюга. Скреблись мыши за огромными шкафами, колотился ветер в окно, дышал паром цветочный чай в кружках, и жгучие глотки водки оказывали какое-то особенное воздействие в этот поздний час в историческом почти что здании. Тогда я, промолчав, добавил, «Скажите, Богдан Васильевич, а вы никому, кроме меня, эту историю не рассказывали?» Вот на этот вопрос Секацкий мне и не ответил, а я на ответе и не настаивал. И до сих пор не знаю, есть ли ещё, кроме меня, слышавшие эту давнюю и непонятную историю. Секацкий